На этот раз атлет расскажет о том, какой вид приема препаратов, оральный или инъекционный, он считает более предпочтительным. Оральные против инъекционных. Хорошо. Я думаю, что большинству из вас хорошо известно, что оральные препараты намного более токсичны по действию на организм. Ну и кроме того, когда вы принимаете оральные, печень разрушается и параллельно разрушает часть активного вещества допинга. А это значит, что вы не получите эффект от всех миллиграммов применяемого препарата, которым вы снабдили организм. Ну и в процессе того, как печень расщепляет составляющие фармы, это наносит ей огромный вред. Так что вред, который вы наносите печени, весьма значительен. Когда же вы ставите себе инъекционные препараты, вещества попадают сразу в кровь в обход печени, и вы получаете эффект от полного объема введенного в кровь вещества. Теперь, что касается типов веществ, их эфиров, которые вы вводите, чем дольше действие препарата, его распада, тем меньше препарата по факту подействует. К примеру, если вы ставите себе 300 миллиграммов тестостерона энантата, то по факту от этого эфира вы ощутите действие, ну максимум, 240 миллиграммов, положа руку на сердце, но никак не 300. Теперь, если вы ставите тестостерон пропионат, скажем, 100 миллиграммов, то получите примерно 92 миллиграмма работающего вещества. Если же вы возьмете суспензию тестостерона, которая активно действует за счет водной основы, то получите действие всех 100 миллиграммов вещества. То есть, как сказано на упаковке 100 миллиграммов действующего вещества, так вся сотня и подействует. Но, когда препарат выводится из тела, ему все же приходится проходить через печень. Так что, получается, что печень страдает в любом случае, оральные или инъекционные препараты вы используете. Но, с точки зрения общей безопасности для организма, принимать инъекционные намного разумнее, чем пичкать себя оральными. То есть, вы должны понимать, что постоянный прием оральных стероидов обязательно обойдется вам серьезными проблемами. Так и будет, это факт. И людям стоит осознать следующий момент. Какой бы положительный эффект вещество ни оказало, будет и негативная сторона процесса. Они проявляются в равной степени. Так что, каких бы плюсов и преимуществ вы не достигли, отрицательные эффекты придут вместе с ними. Вы можете и не подозревать об этом, но они произойдут. Вам просто нужно держать это в голове. Если вы принимаете анадрол, жим лежа прогрессирует, вы становитесь больше и сильнее. Обратная сторона медали тоже даст о себе знать. Так что, просто не упускайте этот момент. Вы должны осознать опасность этих препаратов, потому что они несут в себя определенную опасность. Они дадут о себе знать в виде различных проблем. Порой таких, которые вы не увидите спустя даже недели или месяцы, а проблем, которые проявятся спустя 20 лет после применения препарата. И может появиться ощущение, что, эй, все отлично, организм вновь функционирует, все путем, но проблемы скажут вам привет, если вы забьете на факт последствий. Мы любим рассуждать, что, мол, «Эй, все же нормально, волосы не выпадают, окна не лезет, Гина не лезет, черт, на меня все это дерьмо не скажется, верняк!» Но, знаете, скажется. Так что вам нужно быть готовыми к этому. К примеру, я применяю стероиды с тех пор, как мне исполнилось 18 лет. Теперь мне 43. Как вы понимаете, я их ставлю уже очень длительный период. Но при этом я чередую курсы отдых, а также стараюсь ставить фарму как можно более продуманно. Я постоянно держу это у себя в уме. Стараюсь сделать прием стероидов максимально безопасным. И по сути, что я стараюсь сказать вам этим, пожалуйста, если уж вы решили выбрать этот путь, будьте очень осторожными. И если хотите, мое мнение, держитесь подальше от оральных стероидов, потому что вы получите тот же эффект инъекциями, и нет никаких доводов для приема оральных, и они не дадут вам лучшей формы, никаких преимуществ у них нет. И зачастую единственная причина их применения, люди нахер боятся сделать себе укол. Боятся всадить шприц себе в задницу. И знаете что? Завязывайте тогда с этим. Если у тебя яйца не выросли, чтоб иглу себе в зад воткнуть, то ты не достоин того, чтобы ставить себе стероиды. В любом случае, я надеюсь, вам помогут мои советы, и повторюсь, я никому не советую принимать стероиды. Если уж ты выбрал подобное, то хоть держись подальше от оральных препаратов, понимаешь? Тебе они ни к чему, мне они ни к чему, нам они ни к чему, и в принципе, береги себя. Откровенное интервью Рича Пианы об оральных и инъекционных препаратах на русский язык перевел и озвучил Андрей Луценко. Подписывайтесь на канал Generation of Bodybuilding и на официальную страницу канала ВКонтакте. Не пропустите новые эпизоды с Ричем Пиана на русском языке, а также другие дублированные.